Всем привет, с вами Свита, и на сегодня для вас я снимаю видео DIY, в котором мы сделаем с вами кучу разных прикольных милых вещей в стиле тамблер. Для первого DIY нам понадобится вырезка вот такого вот коктейльчика, либо чего вы хотите сделать, потом подставка под чашку. Мы будем делать подставку под чашку с вот такими вот, можно так сказать, коктейльчиками. И нам понадобится еще вот такая вот картоночка и ножницы, скотч, клей и так дальше. Итак, первое, что нам нужно сделать, это обвести наш трафаретик вместе с вот этим вот нашим подставочкой, можно так сказать, на одном листе. Теперь нам надо все это вырезать. Ну, теперь за наш трафарет нам нужно приклеить сами наши коктейльчики. Вот мы все приклеили, теперь нам нужно, чтобы все это подсохло, потом я вам все покажу. Ну и так, вот что у нас получилось, это у нас получилась такая, можно сказать, подставка под подставку. Но, в принципе, мне очень нравится результат, и думаю, вам понравится тоже такая идея. Ну и для следующего DIY нам понадобится белый фетр, либо же у меня, в моем случае, это белая салфетка, как фрекенбок, и вот такая вот тканька под наши серединки ушек. Так, мы будем сделать с вами чехол для телефона. Итак, я подготовила уже трафареты по своему телефону, я сделала трафарет самого чехла и трафарет ушек. Это все нам нужно обвести на нашей ткани. Вот, я обвела наши трафаретики, ушки, и вот здесь на черный, на нашей второй ткани тоже обвела, просто здесь плохо видно, потому что ткань темная, и я рисовала темной ручкой. Теперь нам это все нужно вырезать. Итак, все, все наши детали вырезаны, и сейчас мы будем сшивать наш чехол. Для этого мы берем, складываем наши две детальки вместе, засовываем узелочек между наших тканей, и потом это все вывернем. И берем тамбурный, боже мой, как я тамбурным, петельным, обметувальным, можно так сказать, раз, и в петелечку. Давайте закрепим нашу нитку, и будем шить. Шьем осторожно, потому что я шью белой ниткой, думаю, в принципе, будет неплохо видно. И это будет ничуть не хуже, можно шить тоже желтой ниточкой. Раз, и теперь у нас получился вот такой вот стебочечек. И так же самое мы берем, продеваем вот так вот через две, раз. Получается у нас петелечка. Вот, сейчас я вам покажу. И мы просовываем в эту петелечку, эту, сейчас еще раз покажу, нашу иголочку. Вот петелька, держим ее, чтобы она у нас не улетела. И в эту петельку мы просовываем нашу иголочку. И так обшиваем по всей площади нашего чехла. Сейчас вам покажу, как у нас это все получилось. Вот, видите, наш шоу почти незаметный, особенно, когда мы шьем нашей белой ниточкой. И я напоминаю, что нам нужно все прошить сначала до конца, чтобы у нас не было никаких дырочек. И, вот, и стараемся делать огромные-огромные стебаки, можно так сказать. Потому что это потом все будет смотреться не очень красиво. Это для меня все очень знакомо, когда ходила на мягкую игрушку и бисероплетение. Мы там постоянно вырезали детальки, это-то сшивали, так все, таким вот швом. Это все можно, кстати, построчить на машинке, но так как у меня нет машинки, я все шью вручную. И думаю, так будет и вам намного удобнее. Вот, поехали дальше. Вот мы обшили по всему периметру нашего чехольчика. И теперь его можно... Нет, вывернуть, наверное, его еще рано. А теперь давайте сделаем наши ушки. Ну и первое, что нам нужно сделать, это пришить серединку уха к самому нашему уху. И все это мы пришиваем тоже ниточкой и иголочкой. Сейчас я покажу. Будем стараться делать это все незаметно и красиво. Приложим серединку к краю уха. И... Вот, и теперь берем... Раз. 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 И теперь вот такими вот просто обычными швами. Раз. Протянули. Вот, получился такой маленький-маленький шовчик И следующий Так же самое Ниточка просто очень тоненькая Я боюсь, чтобы она не запуталась Вот, держится Так же самое Раз, серединку И теперь вот так вышли Все Раз Теперь перешли на эту сторону Раз, два Три, четыре И вышли Вот сюда И так до конца Ох, сейчас вот ручки надо сдвинуть Чтобы у нас не очень красиво вышло Вот такое у нас получилось ушко Точно так же нужно будет проделать и со следующим Вот наши два ушка готовы И теперь нам нужно их сшить вместе с задней частью И потом мы наполним их ватой Мы сшили наше ушко точно так же, как и сшивали весь наш чехольчик Теперь мы его выворачиваем и наполняем ватой Берем чуть-чуть ваточки нашей И наполняем туда Чтобы наше ушко было таким вот Можно сказать пышненьким И так же самое Сейчас мы все сделаем со вторым Наши ушки уже наполнены Сейчас мы зашьем вниз и будем пришивать Теперь нам надо пришить наши ушки К нашему чехлу Вот Кстати, мы уже зашили И все Сейчас мы будем Кстати, шьем мы пока с изнанки А потом будем выворачивать Чтобы не было видно очень сильно швы Будет здесь шить как-то туговато Потому что здесь у нас вата И вот Как бы так Шьем мы обычными стежками Протягиваем Сейчас она пока пополтается Пока пришьется Опа И стараемся плотнее держать Чтобы наши ушки держались Плотно-плотно Вот Чтобы потом нам не пришлось их перешивать Вот так Ну и вот какой очень милый чехольчик у нас получился Надеюсь, он вам понравился Мне лично очень нравится Можно здесь, конечно, еще придумать Какие-нибудь мордочку или что-нибудь еще Но я хочу, чтобы все выглядело именно так Я придумала прикольный способ Как можно разнообразить вашу старую лампу Которая вам уже надоела Для этого нам понадобятся Трафаридчики разных лапок, ушек, глазок И, конечно же, водичка, краски, кисточки Ну и первое, что нам нужно сделать Это, конечно же, разукрасить все наши детальки Вот все наши детальки раскрашены и вырезаны Теперь мы можем делать нашу лампу котика Для этого нам понадобится скотч И давайте я вам покажу, как это все будет в конце выглядеть Ну что, вот так выглядит наша прикольная, очень милая лампа И следующее, что мы с вами сделаем Это будет такой вот прикольный тамблер-цветочек Для этого нам понадобятся разные бумажки Потом нам понадобится такой вот вазончик, куда мы будем его ставить Цветочки предварительно вырезаны Разной толщины, величины От среднего до самого маленького и до большого Итак, первое, что нам нужно сделать Это надо сделать кружочек из бумажки Что мы для этого делаем? Берем Делаем вот такой вот шарик Следующий слой Итак, пока мы не добьемся величины нашего вазончика Вот примерно такой шарик И теперь нам этот шарик нужно смотать ниткой Чтобы он держал лучше форму Ну вот примерно как это так Теперь мы смотрим, подходит ли нам под наш вазончик Ну да, в принципе подходит Так, следующий этап это формирование наших цветочков Мы берем самый большой Делаем его таким вот побольше Теперь влаживаем в него средненький Приклеиваем и влаживаем маленький Сейчас я все покажу Вот примерно как-то так И такими цветочками нам нужно будет обклеить весь наш шарик Давайте приступим Я подумала, что лучше будет его обмотать в пакетик Так он будет лучше держать форму И давайте еще раз попробуем приклеить Вот это примерно как-то так выглядит И так нужно обклеить весь наш шарик Вот таким вот получился наш цветочек Думаю, вы сами видите, он очень массивный Напоминает кактус чем-то Но этот вот такой вот другой И очень красивый Послужит отличным атрибутом в вашей комнате Ну и для последнего DIY нам понадобится Обычная трубочка Черный картон Какой же тамблер без фоточек И мы сделаем с вами прикольный атрибут К фоточкам в тамблер Мы нарисовали трафарет в стиле усиков И сейчас мы их вырежем Ну и теперь нам нужно приклеить наши усики к самой палочке Можно приклеить просто скотчем И все И теперь мы подровняем Смотрим, держится или нет И у нас получились вот такие вот смешные прикольные усики А эти сейчас Очень даже неплохо, как вы считаете Ладно, вы не видите В общем-то, думаю, это все Ну что ж, надеюсь, вам понравились мои видео Мои это видео, мои идеи Если это так, то поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх Подпишитесь на мой канал Напишите мне комментарий И также подписывайтесь на наш совместный канал с Кристиной Который называется «Небо и земля» Там мы недавно сняли видео-кукинг, в котором готовили Торт из печенья за 5 минут Думаю, вам будет тоже интересно И спасибо вам за просмотр С вами была Свита Люблю вас, пока!